Мне кажется, порою, что паутинный клещ, не пришедшие с полей. Здравствуйте, дорогие друзья! Беда пришла в теплицу. Самый главный враг огурцов, большущий враг перцев, паутинный клещ. Мы знаем, как бороться и поделимся этой информацией с вами в этом ролике. Итак, паутинный клещ это действительно самый главный враг огурца. По одной простой причине. Он повреждает полностью все растение. Прокалывает своим носиком листья с оборотной стороны листа, высасывает из него весь клеточный сок. Листьям не хватает питания, плодам не хватает питания, огурцы желтеют. Мы в этом году, кстати, узнали для себя новое слово, которое называется пуплята. Это, видимо, какая-то региональная особенность, в Алтайском крае такое слово не используется. Оказывается, пуплята это вот эти вот маленькие завязи огурца. И вот пуплята или маленькие завязи огурца могут желтеть как раз-таки по причине паутинного клеща. И в борьбе с этим неприятным очень насекомым, который определить на растениях очень легко, по вот такой мраморной окраске листа, когда растение желтеет, по наличию на оборотной стороне листа маленьких черных точечек, как будто бы кусочки земли прилиплены обратную сторону листа, или по наличию тонких паутинок вокруг листа. Сложно. И есть ряд ошибок, которые часто допускают при борьбе с паутинным клещом, говоря, что а вот этот препарат не работает против паутинного клеща. Разбираем три главные ошибки по борьбе с паутинным клещом, а затем уже перейдем к лечению. Ошибка номер один. Использование неправильных препаратов. Паутинный клещ в первую очередь клещ. А клещи по своей биологии ближе к паукам, чем в традиционном понимании насекомым. В тиктоке мы снимали ролик о том, что паутинный клещ это скорее клещ или паук, чем насекомый, и на нас просто посыпались хейтерские комментарии. А кто вам паук? Это разве не насекомые? На самом деле по своей биологии пауки и клещи ближе к ракам и крабам, чем к традиционным насекомым, типа бабочек, разных жуков и так далее. Вы же вряд ли назовете краба насекомым или, допустим, рака насекомым. Так и вот клещ паутиный это тоже скорее рак или краб, у которого есть очень жесткий такой панцирь, очень жесткие такие доспехи, можно их назвать так. И побороться с ним тяжело. У клеща есть пять стадий развития. И препараты работают против паутинного клеща только в двух стадиях развития. В предвзрослом и во взрослом состоянии нимфы. Так вот, использование препаратов основных инсектицидных, которых на рынке примерно 90%, это типа препараты с цеперметрином, которые называются Интавир, которые называются Искра, Аллатар и куча других наименований, бессмысленно. Потому что цеперметрины работают на традиционных насекомых. Типа тли, типа жуков разных, бабочек, гусениц и так далее. Против паутинного клеща цеперметрины бесполезны. Вторая главная ошибка при борьбе с паутиным клещом. Уже ранее чуть-чуть я говорила о том, что поворотся с паутиным клещом можно только в двух стадиях развития. Предвзрослое и взрослое насекомое. А всего таких стадий 5. И так вот получается такая картина, что от яйца, которое отложила самка взрослого насекомого, до полноценного насекомого развития, проходит, как правило, около 3-4 дней. Соответственно, через 3 дня, после того, как вы обработали препаратом растения, вылупляется новое поколение, становится взрослым, откладывают новые личинки яйца, и вся история с паутиным клещом повторяется. Так вот, друзья, одной обработки или даже двух обработок против паутиного клеща мало. Обработок должно быть минимум 3-4 через каждые 3 дня. 10 дней нам придется бороться с паутиным клещом. Либо сразу выдергиваете растение и выкидываете нафиг, потому что побороться с ним невозможно одной обработкой. Третья распространенная ошибка, которой, в принципе, мало говорят. Паутинный клещ очень маленькая насекомая, и перенести его на себе, на своей одежде, это очень просто. Поэтому при обработке растений от паутиного клеща, в этой одежде, в которой вы были, уже нельзя идти на другие посадки. Обязательно нужно переодеться, вымыть руки с мылом, а желательно сходить в душ. Простое, элементарное мероприятие, которое поможет уберечь вам другие ваши растения на участке. Это третья главная ошибка по борьбе с паутиным клещом. Ну а теперь рассказываем, как сделать все правильно, по уму и так, чтобы он ушел на 100%. Первое. Подбор правильных препаратов. Препаратов против паутиного клеща может быть 3 основные группы. Это все препараты с акарицидным эффектом. Допустим, первая группа биологических препаратов. Не буду даже показывать лицевую сторону пакета, потому что 100% начнется написание того, что это все реклама. С учетом того, что мы сами агрофирма, мы рекламируем себя, а другие фирмы нам нет смысла рекламировать вообще никакого. Так вот, первая группа препаратов, это все препараты, которые содержат аверсектин. Это вещество, которое вырабатывают бактерии, которые для человека абсолютно безопасны. Но для паутиного клеща это 100% убийственное вещество. Аверсектины бывают в разных препаратах. Допустим, в фитоверме. Фитоверм, фитодок, разные названия препаратов, их может быть целая куча. Аверсектин, ищите под таким названием. Препараты эти дешевые и работают наверняка на все 100%. Но обработка должна быть также 2-3-кратная. Это минимум. 2-кратная даже не подойдет. 3-4 раза. Поэтому приобретайте сразу 3-4 ампулы препаратов. В Ашане и в Ленте фитоверм вот в такой ампуле здесь сколько? 4 миллилитра. Хватит это примерно на 1 литр препарата. Хватит где-то на половину наших огурцов. Стоит такой пакетик 15 рублей в Ленте. Это недорого, но вы на 100% поборетесь с паутиным клещом. Как вот это они делают? Какой плюс биологических препаратов? Хоть сразу после обработки вы можете срывать плоды, огурцы, помыть и использовать в пищу. Период ожидания 1 день, но можно использовать их сразу. Вторая группа препаратов, которые поборются с паутиным клещом. Это любые другие химические препараты с акарицидным эффектом. Самые эффективные это фосфороорганические соединения, которые помогают против вообще всех насекомых. Но учитывайте, что для человека они также токсичны. Использовать фосфороорганические соединения типа карбофоса можно, но желательно только не на декоративных растениях. Период ожидания у них 60 дней, 2 месяца. Вы не сможете снимать плоды. А зачем нам это надо на огурцах? Поэтому фосфороорганические соединения типа карбофоса лучше оставить для декоративных растений. Розы обработать им можно. Ничего страшного с розами не случится. С вами тоже, если вы будете работать в перчатках и хотя бы в элементарной маске, которую сейчас есть у каждого в гигантском просто количестве. Поэтому проходим эту группу быстро. И третья группа препаратов, которые применяются против паутинного клеща. Это может показаться даже где-то немножко крипово-странненьким. Это препараты-прилипатели. Любые прилипатели, а ими может выступать молочная сыворотка, которую я крайне не люблю использовать на вообще любых растениях, потому что она очень сильно странно пахнет. Она может вызывать выработку не тех бактерий. Вообще не люблю работать на самом деле с народными вот такими сомнительными средствами, которые даже на внешний вид и на ощупь какие-то странные. Но использовать можно. Можно использовать даже пиво. Сейчас посыпется куча странных комментариев. Но пиво тоже помогает от паутинного клеща. Если использовать его в концентрированном виде, сейчас все мужья будут счастливы всех жен и срочно скажут, жена, побежали срочно за пивом, мы будем с паутинным клещом бороться. Там хватит литра, чтобы обработать все посадки, но мы возьмем 15, потому что вдруг не хватит. Надо же обрабатывать каждые 3 дня. Но я ничего против пива не имею. Подойдет любой вид, на самом деле, без разницы. Обрабатывать нужно полностью все растение. Почему это работает? У паутинного клеща очень маленькие отверстия, через которые он дышит. И покрыв сверху тело насекомого любым прилипателем, а вы знаете, если пиво пролить на стол, допустим, оно высохнет, образуется такой липкий слой. Вот этот липкий слой покрывает тело насекомого и не дает ему дышать. Это как будто бы подушку сверху положить на насекомое и не давать ему дышать. Работает примерно по той же технологии. Можно использовать мыло, раствор мыла. Любое, вообще без разницы, хозяйственное, дегтярное, любое, там, дорогое Шанель мыло, да без разницы. Любое мыло подойдет просто в качестве прилипателя. Обработали растение и нормально. Но все-таки самыми эффективными являются именно биологические препараты с аверсектинами типа фитоверма. Никакого запаха особо страшного в теплице или в открытом грунте не будет. Растения липкие не будут, прилипатели к ним использовать не нужно. И, в принципе, это все очень быстро обрабатывается. И главное, что повторять обработку нужно каждые три дня. И на этом борьба с паутинным клещом будет окончена. А если растение вот так полностью уже покрылось желтыми листьями, то тут, к сожалению, самым верным решением будет просто вырвать это растение и, к сожалению, сжечь. И обязательно обработать строение, чтобы на следующий год в вашей теплице ни в коем случае не было паутинного клеща. Ну а на сегодня мы с вами попрощаемся. Боритесь с паутинным клещом, не давайте ему свою теплицу. Я знаю, что у вас обязательно все получится. Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о нас своим друзьям. Ведь мы бываем очень и очень полезными. До встречи в новых роликах. И пока-пока.